МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценивать работу подрядчиков по уборке снега теперь будет еще и общественность. Ежедневно штаб мониторит социальные сети и старается оперативно реагировать на сигналы. Об этом на ежедневном совещании заявил вице-маррязани Владимир Бурмистров. Кроме того, по итогам января в дирекции благоустройства города произошли кадровые изменения. Такие непопулярные меры городские власти приняли после тяжелого и снежного января, с которым справились далеко не все. По уборке тротуаров и остановок январь, надо прямо сказать, мы провалили. Но положительная динамика к исправлению уже видна. С этого непростого заявления начал Владимир Бурмистров разбор полетов в Рязанской дирекции благоустройства. Орг-выводы сделаны, списки озвучены. В феврале город будут убирать по-другому. И другие. Мы лишили премии весь руководящий состав, своих должностей. Я просто говорю, что мы делали и что нам приходится делать. Своих должностей лишились главный технолог по благоустройству, главный технолог по дорогам, начальник отдела по дорогам, начальник отдела по благоустройству, начальник участка Советского района по благоустройству, начальник участка Октябрьского района по благоустройству, главный специалист по обслуживанию производственных объектов. Потому что так продолжать уже в том же режиме, как это происходило, уже нельзя. Теперь ставка на молодежь. А незаслуженные премии руководства Владимир Бурмистров предложил отдать людям прямо сейчас на рязанских улицах, колющих лед и убирающих снег вручную. Более того, в морозы им будут носить горячий чай. Сегодня это уже сделали. А там, где должна работать техника, она будет работать. Даже вопреки желаниям частных собственников, заявил Владимир Бурмистров. Очистка платных парковок от снега – тема отдельная. И по ней тоже есть решение. Лицо города, это улица вокзальная, проходящая мимо вокзала Рязани-1, и площадь Ленина. Категорически, несколько раз сам лично разговаривал с руководителем, не убирают. Точнее, изгребают, не вывозят снег. Но мы часто запустили постановление, то есть оно на этот недельный работающийся, но площадь Ленина и улицу вокзальную выводят из зоны платной парковки. Это будет тоже, чтобы все понимали, им первое серьезное предупреждение, не просто с ними разговаривать, а лишить их основных таких вот пунктов, где у них идет занятость. Отдаленные улицы и поселки в штабе по зимней уборке – зона особого внимания. Под надзором все социальные объекты, остановки и тротуары. При этом теперь на плохо работающие управляющие компании жители могут жаловаться прямо в штаб через номер 112. Кроме того, принято решение не платить подрядчикам за работу без утверждения общественности. А это представители ТОСов и просто неравнодушные рязанцы в социальных сетях. Они дают людям свою оценку к качеству проведенной работы. Эту оценку мы обобщаем в общественный мониторинг. И каждый день, каждый день, включая выходные дни, этот общественный мониторинг мы направляем в штаб зимней уборки. Дальше штаб централизованно берет в работу в зависимости от того, какие проблемные участки подсвечиваются, озвучиваются. В поселке Борки, например, жители остались довольны грейдированием улиц, но есть и те, кто безответно стучится в двери своей управляющей компании уже не первый день. Эти черные списки сегодня тоже озвучили. Железнодорожный район ООО «Либер», Городская роща, УК Первый, Зеленая роща, Гушк Железнодорожного района, Зеленый сад, Октябрьский район ЖК «Марина», ООО «УК ЖРО номер один», ООО «Технобытсервис», Советский район ООО «Либер», ООО «ГЖК», ООО «Пик комфорт», ЖСК «Меркурий», ООО «Сафари плюс», Московский ТСЖ «Наш дом». Всего 37 актов с разными видами штрафа. И если минимальный порог – это 5000 рублей для руководителя, то для управляющих компаний сумма намного солиднее – от 250 тысяч рублей. Для кого-то особо ленивого наступают темные времена. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Статистика регионального следственного комитета говорит о том, что большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности происходят под воздействием алкоголя или наркотиков. На этот раз преступление было совершено против ребенка. Обо всех деталях произошедшего расскажет Валерий Седов. В Рязани мужчина убил ребенка. При этом сделал он это неосознанно. Об этом рассказали в Московском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, лег спать рядом со своим малолетним ребенком. Во сне он перевернулся и фактически лег на своего ребенка, тем самым перекрыв ему доступ к кислороду и возможность дышать. В результате этого ребенок скончался. В Московском межрайонном следственном отделе возбудили уголовное дело. Установлена вина мужчины и причастность его к преступлению. Сейчас дело направлено в суд, где рассматривается по существу. В региональном следственном комитете поделились статистикой, что большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности происходит именно под алкоголем или наркотиками. Это способствует некому преступному раскрепощению личности, когда стираются рамки и границы дозволенных общепризнанных норм и правил поведения. И именно это является зачастую основанием для совершения преступления. Вопрос о том, является алкоголь отягчающим обстоятельством или нет, решается уже давно. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, суд может признать алкоголь отягчающим. Однако каждое такое преступление будет рассматриваться индивидуально. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О том, чтобы не открывать дверь незнакомцам, говорят как детям, так и взрослым. Правда, одна из категорий об этом уроке порой забывает. Вот и впускают в дом преступников. Об одном таком деле расскажем далее. У пенсионерки украли полмиллиона рублей. Преступницы действовали по стандартной схеме. Вычислили бабушку на рынке и пошли за ней. План они обговорили заранее. Стоило бабушке войти в квартиру, как в дверь позвонили. Преступницы представились врачами-терапевтами. Еще одна часть легенды, при том в период пандемии, очень актуальная. Бабушка врачей впустила. Девушки договорились, что украдут либо деньги, либо ценные вещи. Но долго искать не пришлось. Тайник у пенсионерки был в стандартном месте, под подушкой в диване. 528 тысяч рублей. Мы вместе направились туда, к двери. Там открыли, там стояли двое мужчин. Мы стали уходить, они нас хотели. Мы вырвались и убежали. Мы отдали 5000 водителю. Остальные разделили с Зой. Пенсионерка обратилась в полицию и пересказала всю историю. К делу подключились оперативники. Посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Узнали номер автомобиля. Благодаря этому удалось установить личность водителя. А после и имена преступниц. Их задержали. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело о краже, по которой присмотрен наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемых взяли под стражу. В региональном ОМВД напоминают, что не нужно пускать в квартиру незнакомых людей, кем бы они ни представились. Необходимо проверить документы, служебное удостоверение, подтверждающее профессиональную принадлежность. А еще лучше позвонить в компанию, которая якобы прислала своих сотрудников. Валерий Седов, телекомпания «Город». В последние дни рязанцев удивляет холодная погода, которая установилась в феврале. Горожане привыкли, что после крещенских морозов сильных понижений температуры не происходит. И действительно, как говорят ученые, такой холодный февраль последний раз был в 2006 году. Сейчас Марина Романюк расскажет прогноз погоды на ближайшие дни. Тем, кто соскучился по настоящей русской зиме, он понравится. Ведь крепкие морозы, снегопады и метели не собираются отступать. А 5 минус 25 – девиз наступившей недели. Синоптики обещают морозы покрепче крещенских. Столбик термометра опустится ниже 27 градусов. В народе этот период февральских морозов называют тимофеевскими. Сегодня на территории нашей области ночная и утренняя температура воздуха понижалась до минус 27,7 градусов. Это Клепяковский район, метеостанция Тума. Период аномально холодной погоды сохранится до 11 февраля. Ночная температура воздуха прогнозируется минус 19, минус 24 градуса. А ближайшей ночью местами по области до минус 29. Как правило, после такой погоды резкого потепления не бывает. Можно предположить, что погода будет около нормы. Морозная с температурами, соответствующими климатической норме. В пределах минус 8-10 градусов. Если до конца месяца какое-то потепление и произойдет, то не будет продолжительным. Среднесоточная температура воздуха окажется на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Но до рекордных значений нам далеко. Так, 8 февраля абсолютный минимум составляет минус 35,2 градуса 1910 год. 9 февраля минус 32,7 градусов 1987 год. 10 февраля минус 34,8 градуса 1950 год. И 11 февраля абсолютный максимум составляет минус 33,6 градусов. Принадлежит 1950 году. Некоторые ученые считают, что россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По их мнению, увеличение амплитуды погодных характеристик происходит из-за глобального потепления. При этом, согласно такой гипотезе, экстремальные погодные явления будут учащаться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 9 февраля во всем мире отмечают День стоматолога. Пандемия в этом году стала серьезным вызовом для медиков. И одними из первых приняли удар стоматологи. Оказание помощи по данному профилю было жестко скорректировано. Лечение зубов, имплантации, исправление прикуса – это только малая часть спектра услуг, которые оказывают в семейной клинике «Династия» при строгом соблюдении санитарных норм. Как терапевтических, лечебных, хирургических, которые подразумевают собой не только удаление зубов, но и восстановление целостности зубного ряда с помощью имплантации, мы делаем большие костные пластики. В клинику «Династия» нередко приезжают всей семьей. Алексей Просин приехал сегодня вместе с двумя детьми и женой. Каждому назначили необходимую процедуру. На этой клинике мы пользуемся года два-три. Приехали, нам понравилось. Сейчас, сами понимаете, жизнь идет, совершенствуются технологии, и мы по самым совершенным технологиям лечим зубки деткам, ну и сами, конечно. Мы приехали с двумя детьми, и мама у нас тоже пошла отбелить себе зубки, нарастить, по-моему, так. Я сегодня лечил зуб, мне было не больно, и мне дали вот такой шарик. Приятный сюрприз, который ждет пациентов – это различные акции, которые регулярно проходят в семейной клинике «Династия». На данный момент мы делаем акцию на отбеливание зубов, опять же к празднику Дню Святого Валентина, кто в этом участвует. И, соответственно, в паре, пришедшей на отбеливание зубов, мы делаем акцию. Отбеливание – это одна из востребованных процедур. Впрочем, пользуется спросом и такая услуга, как имплантация зубов. Ее могут провести даже при полном отсутствии зубов. Исправить прикус здесь могут предложить при помощи брекетов или элайнеров. Так врачи-стоматологи клиники «Династия» помогут обрести здоровую улыбку. Ну и сегодня День стоматолога, поэтому мы хотим поздравить наших уважаемых коллег с их профессиональным праздником. И пожелать, конечно же, еще больше интересных клинических случаев, достижения ожидаемых результатов лечения и, конечно, счастливых и благодарных пациентов. Семейная стоматология «Династия» находится по адресу улица Кальная, дом 34. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях региона вы можете узнать на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин